Как я остался в живых в Сургуте при передвижении на автомобиле из города Сургут в Нижневартовск? Именно с этого вопроса я хотел бы начать текущее видео и, в общем-то, надеюсь, что те рекомендации, которые я вам дам сейчас, как пассажира автомобиля, возможно, спасут или чью-то жизнь, или помогут вам быть здоровее после ДТП, который может случиться с каждым. Что произошло? 8 дней тому назад я ехал в качестве пассажира по трассе Сургут-Нижневартовск, ехал я вот в этом автомобиле. Я к нему вернусь немного позднее, мы его рассмотрим детальнее, но сначала вернемся по сути. Что было? Три человека ехали в машине, машина хорошая, джип, и навстречу вылетела другая машина, легковая, это была Мазда 3. Стойка, она ехала с такой большой скоростью, что мы не успели снизиться еще, она ехала, по-моему, 100 или 120, мы снижались где-то до 60, ну, в общем, понимаете, почти 200 км в час вот это вот лобовое столкновение. Хорошо получилось не лоб в лоб, а немного наискосок, поэтому мы просто улетели в кювет, был высокий бордюр, но мы перелетели. Три переворачивания, машина загорелась, хорошо рядом ехал ОМОН, потому что двое смогли выйти самостоятельно, третий, это был я. Да, я ехал и спал всю дорогу, но я спал все равно пристегнутый, я не проснулся или потерял сознание, мне неизвестно, потому что когда я открыл глаза, и я лежал на траве, и видел врача скорой помощи, который мне пихал нос на шатырь, я помню, когда я спросил, как его зовут Сергей, посмотрел и увидел, как в боевиках, знаете, вот горящий автомобиль, ну, вы понимаете, что такое горящий автомобиль, да, это действительно выглядело, как в кинофильмах. Я попросил, после того, как я спросил, как его зовут, я попросил Сергея, тащите меня, пожалуйста. Что он и сделал, как бы, инстинкты говорили мне, что опасность еще не пройдена. Ну, а после этого, когда уже пересчитали все кости, все остальное, повезло, действительно, без переломов, только многочисленные ушибы, причем в основном они связаны с сильной давкой ремня безопасности, так хорошо продуманного в современных автомобилях. Что хотел бы сказать в завершении? Ну, сначала поблагодарить всех тех, кто написал мне сотни комментариев, кто мне звонил и кто проявил, скажем так, сочувствие не только ко мне, а к другим выжившим моим друзьям по крови, которые ехали со мной в автомобиле. И, в общем-то, можно сказать, мы как, ехали и ни в чем не были виноваты, и более того, мы даже не могли увернуться. Водитель, который в данный момент, кстати, снимает это видео, мы сейчас стоим с ним рядом, то, что он рассказал, и я видел эти фотографии, не было бордюра, никуда нельзя было уйти, а машина мгновенно появилась на трассе. Ну, что ж, бывает и такие вот несколько непрофессиональные, нерадивые, мягко говоря, водители, которые вылетают навстречу. Это может быть, прости, с кем угодно. По выводу, что я хотел бы сказать, помимо вот этой вот истории и благодарности всем тем участникам, которые все-таки смогли силы найти время и перенести тренинги. Хотя уж о каких тренингах может идти речь, но благо, в здоровье повезло. Все-таки тренинги со вторника я продолжаю. Вторник – Нижневартовск, среда выступления в Москве, четверг – Санкт-Петербург, пятница – снова Москва, суббота – город Ставрополь, понедельник – Крым, ну и так далее, и так далее. Что хотел бы сказать, чтобы это было не столько рассказ о трагичной, ужасной истории, нет, не трагичной, но ужасной, сколько, вот еще раз задать вам вопрос. Скажите, когда вы сидите в такси или в какой-то автомобиль сзади, кто из вас пристегивается? Вот если бы сейчас был зал, и я бы просил руки поднять, вы знаете, сколько рук подняли бы участники? Да и вообще, кто даже спереди присаживается, кто пристегивается? Ведь, более того, вот сейчас Игорь, который снимает это видео, когда я пристегнулся вон на том, пойдемте, Игорь, вон на том заднем сиденье, Игорь меня спросил, Игорь, который ехал вот здесь, он меня обернулся и спросил, а ты всегда пристегиваешься? И у него это вызвало вопрос, я бы сказал, даже удивление, потому что, ну, сзади пристегивается, ну, как-то, ну, не принято, даже не модно. Термины, которые я слышал и фразы, они звучали так, что, ты чё, во мне не уверен, говорит водитель. Вот такие фразы бывают. Или, а чё ты, чё ты боишься? Или, да ладно, расслабься, ДПСников нет. И так далее, и так далее. Вот эти вот фразы, которые говорит обычно водитель, вон тем пассажирам, которые решили подстраховаться одним щелчком ремня безопасности, вызывают, ну, некоторое такое, ну, ощущение, что ты немножко неправ. Так ты неправ в том, что ты жизнь свою хочешь сохранить? Друзья, находите в себе внутренние аргументы для того, чтобы правильно сформулировать слова. Да, ведь вот там, скорее всего, закончилась бы моя жизнь, а вот на этих передних сидениях ребята были все пристёгнуты. Здесь ехала девушка Лариса, здесь ехал Игорь. Все были пристёгнуты, вот здесь закончилась бы их жизнь, вероятнее всего. Ну, или же вы сами можете предположить, какие, ну, с какими увечьями люди оказались бы в той самой сургутской клинической травматологической больнице, в которой я нахожусь в восьмой день, ну, и благо у меня всего лишь шип лёгкого, и сегодня мне сказали, что я уже практически полностью здоров. Сделайте правильные выводы. Правила не для того, чтобы нарушать, а правила для того, чтобы их знать и принимать правильные решения. Принимайте нужные решения, когда вы сойдетесь в автомобиль, ездите с правильными скоростями и пристёгивайте ремень безопасности. Это единственное, что я могу, что я хочу вам сказать. И если мне повезло выжить, возможно, это, может быть, это сделано для того, чтобы я записал это видео. И ещё несколько людей, может быть, больше посмотрели и приняли правильное решение. Вот это вот был автомобиль BMW X3. И вы знаете, я целее, чем он, благодаря системам безопасности. Спасибо, друзья, что вы досмотрели это видео до конца. И спасибо, что вы лайкаете, делаете репосты и делаете правильные выводы. Я Владимир Якуба. Увидимся совсем скоро. До встречи.